Нет ничего удивительного в том, что игровая сцена развивалась за последние 20 лет. Сегодня у нас в целом игре с обычными сюжетами, простыми персонажами и предсказуемым стилем игры. В 2000 году все было иначе по крайней мере в компании Monolith Productions. Благодаря Fox Interactive сделали сложную, но отличную игру про специального агента. Игра No One Lives Forever была создана в 2001 году компанией Monolith и выпущена благодаря Fox Interactive. Это особый тип шутера от первого лица с различными шпионскими схемами, такими как сбор улик и саботаж противников. Тем не менее, это также игра, которая заставляет нам использовать собственный разум и находить конкретные маршруты, а не только следовать за данным схемом. История начинается, когда несколько агентов Секретного агентства Юнити была собрала через иностранного киллера, работающего для преступной организации Харм. В ролике Дарчер мы выполняем различные работы в Марокко, в восточном Берлине, в Хамбурге, Америке, Альпах или даже на космической станции Харм. Помимо прохождения миссии мы также должны собирать определенные файлы, которые дают нам приятный бонус во время сюжета. Это означает документы, эмо-даны, письма и даже секретные проекты. Помимо сбора информации, мы можем умереть, пока начинаем саботаж или расследование. Игра дает нам наступка с годным материалом Юнити, таким как пистолеты П-38 и 9mm, штурмовые винтовки, такие как АК-47 и Хамптон, снайперская винтовка Драгунова, а также специальные предметы, такие как спящий газ, вырывка, зажигалка, отмечка и солнцезащитные очки за шпионской камерой. Миссии в этой игре это не только стрельба во всем врагам в враждебной зоне, использование кнопки действия. Эта игра на самом деле дает нам засчитание различных целей, таких как скрытная тактика, чтобы не включать тревоги, пробираться через офисное здание, никого не убивается, однако мы все равно часто просто выбираем штурмовую винтовку и пытаемся выжить в бойстве. Тревога не страшна, а можно убить много врагов. Пришло время проверить физику и принцип работы оружия. Что же это было хорошо сделано? Во-первых, оружие кажется интуитивно понятным, а пули наносят нам и врагам большой аром. Так что, если вы не знаете, как долго вы будете сидеть перед группой охранников, хорошо использовать винтовки, такие как хэмптон или драгунов. Это также хорошее для скрытной тактики. Было это не значит, что MP5 и АК-40 все бесполезны. На самом деле это хороший выбор, если вам наплевать на тревоги врагов, бегущих в вашем направлении. Физика нашего главного героя тоже на высоте. Нам нужно следить за тем, куда мы идем, так как одно неудачное вводение может убить Кейт и заставить нас повторить миссию. Поскольку нашим врагом является очень большая корпорация, сделать это действительно сложно. Но это зависит от уровня сложности. Я всю эту игру играл на нормальном уровне и несколько раз умер. Но если вы изучите тактику, схему враждебных зон и мест, где находятся камеры наблюдения, эта игра может показаться легкой. Однако вам действительно нужно знать, как пройти все эти миссии, потому что некоторые требуют скрытной тактики. Поэтому если кто увидит вас или предупредит всех врагов, вы обречены. Графика очень хорошая. Конечно, небо иногда немного размывается, но кроме того, здания и случайные пейзажи очень детализированы различными объектами. Также кое-где добавление хорошего цвета для контраста фона. Аудио тоже идеальное. Звуки оружия реалистичные, как и фоновые звуки, промышления машины и все остальное. Единственное, что иногда оставляет меня смеяться, это набор звуков боли и смерти, записанных для наших врагов. Ну, наверное, это просто мое странное чувство юмора. Время для фанфактов. Помимо серии No OnlyForever, Monolith сделал еще шутер от первого лица под названием Contract Jack, где мы играем наемным стрелкам, работающим для Харм. Эта игра была не очень хороша. Эту серию сняли после премьеры первой части. Кроме того, если вы ищите Remastered, Definitive Edition или что-то еще, вы можете быть разочарованным из-за юридических проблем. Просто не знаю, кто действительно владеет правами на эту серию. No OnlyForever – это очень хороший шутер от первого лица с множеством тактик. Тоже игрок должен изучить все места, чтобы пройти данную миссию. Графика и звук очень хорошие. Весь сюжетный режим наполняет красивым набором диалогов, персонажей и повротов сюжета. Однако эта игра может не всем подходить. Если вам действительно нужно любить шутеры, такие как James Bond, ну, это может быть очень хорошая игра. Несмотря на то, что эта игра была для меня сложная, она мне очень нравится. Это нечто отличное от всего, что играл в своей жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...